В Центре общественного здоровья стартовал проект «Мониторинг здоровья студенческой молодежи». Одними из первых участников стали ученики педуниверситета. Сначала ребятам предложили пройти анонимное анкетирование. По его результатам в дальнейшем врачи смогут выстроить стратегию профилактики хронических неинфекционных заболеваний, которая возникает из-за курения, потребления алкоголя, нерационального питания, избыточной массы тела, недостаточной физической активности. Полученные данные учтут при разработке оздоровительных программ и мероприятий для студентов вузов. Мы проводим обследование, профилактические осмотры детей, школьников, когда они поступают в высшее или в среднее специальное учебное заведение, взрослых людей, пожилых. А студенты как-то у нас получается, что не очень охвачены нашими мероприятиями. А когда мы поговорили с людьми, со студенческой поликлиникой, с другими специалистами, получилось так, что они болеют, понятно, не меньше, чем, допустим, школьники. И мы решили провести такое скрининговое обследование. После анкетирования студентов ждало комплексное медицинское обследование. Ребятам сделали экспресс-тестирование состояния сердечно-сосудистой системы и скрининг сосудов нижних конечностей. Специалисты проверили дыхательную систему зрения, состояние зубов. Врачи также провели профилактическую беседу о факторах развития неинфекционных заболеваний. Для одних участников проекта медосмотра возможность еще раз убедиться, что все в порядке. Для других удобный и быстрый способ выявить отклонения в работе организма и получить рекомендации от врачей. С целью, конечно, проверить свое здоровье. Это очень важно сейчас, в данный момент. Ну и вообще, в принципе, за всю жизнь проверяться, потому что мало ли что может появиться, какие болезни проявиться, и чтобы сразу это узнать заранее, и потом в дальнейшем прообследоваться и искоренить вот эту проблему. В современных реалиях свое здоровье, оно очень важное. И такие обследования помогают на ранних стадиях выявить какие-либо отклонения. Стараюсь следить за своим питанием и ежедневно хожу в спортзал. После обследования каждый студент получил советы доктора и необходимые рекомендации по рациональному питанию, физической активности, основанные на принципах здорового образа жизни. Врачи напомнили, что такие привычки, как постоянное недосыпание, отсутствие отдыха и вредная пища, кажутся забавными пока тебе 20-25 лет, но могут толкнуться в будущем, если вовремя от них не избавиться. Такой комплексный подход, выполнение всех рекомендаций, надеемся, позволит убрать эти факторы риска, и чтобы не произошло дальнейшее развитие заболевания именно. На стадии формирования факторов риска нужно это все убрать, пресечь, чтобы в дальнейшем сохранить свое здоровье. Правильное питание – это тоже основополагающий момент, и тоже самая физическая активность. В общем-то, эти вот два кита, которые идут, да, взъезжать на них весь здоровый образ жизни. В скором времени к исследованию планируется подключить и другие высшие учебные заведения региона – это Улгул, ГТУ и Улгау. На обследование пригласят студентов первых и вторых курсов. Они же пройдут медосмотр повторно через два года на третьих и четвертых курсах обучения в УЗИ. Алина Тихонова, Герман Баранов, Данил Сурков, Уллуправда ТВ.